Дорогие друзья, зрители и слушатели, здравствуйте вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск. Сегодня» у микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова, наши режиссёры Михаил Эверстадт, Екатерина Голикова, а в нашей студии гость, эксперт регионального центра компетенции по финансовой грамотности Республики Саха-Якутия Светлана Платонова. Добрый день, я всех приветствую. Спасибо большое, что вы пришли сегодня в нашу студию. И я хочу проанонсировать наш эфир, назвать те темы, на которые мы планируем поговорить, но уж как получится. И на каких-то, возможно, мы остановимся подробнее, какие-то, может быть, до каких-то не доберёмся. Но тем не менее, это семейный бюджет, учёт доходов и расходов, снижение кредитной нагрузки, финансовый резерв, налоговые вычеты, инвестирование. Словом, если коротком, будем говорить о финансовой грамотности как таковой. Да, так и есть. Я с удовольствием сегодня в эфире вместе с вами, потому что вот буквально вчера я ощутила, насколько это полезно, быть финансово грамотной. Хотя в самом начале моего знакомства с этой наукой я всё-таки отгораживалась больше, мне казалось, это скучно, и вообще зачем это нужно, и ну не хочется же менять свои привычки. И у меня уже больше трёх лет у меня было две кредитные карты с суммой, которая повышалась банком на них. Угу. Я очень устала, я даже не знала вообще, как мне выбраться вот из этой такой долговой ямы. И благодаря тому, что в нашу студию приходила ваша коллега Рита Якушева, специалист в теме финансовой грамотности, как-то так постепенно я, усваивая информацию, пришла к тому, что я эту карту закрыла буквально на днях по программе рефинансирования. И отказалась от кредитных карт. Оказывается, так спокойнее жить, понимая, что у тебя, у меня есть сейчас одна карта, на которой сумма равна моей заработной плате. То есть если я даже потрачу, я в любом случае её компенсирую, эту сумму. И так стало спокойнее на таком выдохе жить. То есть я вот на себе ощутила, что реально финансово грамотным быть, это не тревожно. Ушла вот эта вот какая-то такая тревога, чтобы успеть. И не нужно тратить ресурс на вот такое вот жонглирование, которое, в общем-то, такой мартышкин труд бесполезный. Да, вы рассказали вот свою ситуацию лично, да, и при такой известной есть, скажем так, пропаганде из финансовой грамотности, да, именно, который пишет мотивирующие книги, такого мотивирующего характера, Роберт Киосаки, наверное, вы слышали о нём, да. И вот он такую ситуацию рассказывает примерно, что это схоже с крысиными бегами, да. И как раз-таки люди, которые попадают в эту ситуацию, им сложно психологически даже отказаться, да, от этого. Потому что кажется, что вот мы уже привыкли к этому бегу по кругу, и из этого вот выбраться невозможно. А на самом деле это довольно легко сделать, когда поставили цель просто закрыть эту кредитную карту. На самом деле, действительно, чем ниже кредитная нагрузка, тем, конечно, лучше. Потому что у нас появляются свободные деньги, которые можно как-то управлять, можно сделать что-то другое, да, можно уже начинать создавать свой капитал. Вообще тема финансовой грамотности, она очень глубокая, очень-очень глубокая. И чем больше начинаешь ей заниматься, да, тем интереснее. Она такая многогранная тема на самом деле. Не отметить сопротивление, которое идет на новую информацию, я думаю, не может никто. Все мы отмечаем, когда вот что-то новое страшно туда идти, или не хочется, или просто лень менять свой уклад жизни, да. И мне кажется, банки пользуются вообще этим. Понятно, что сейчас без банков никуда, и у нас была тема как-то эфира банк – это друг или враг человека. Но тем не менее, банки на этом играют, они дополняют, допустим, если говорить о кредитках, они все время увеличивают эту сумму, и человек таким образом, он вот в эту западню, он попадает в эту ловушку. И потом, потому что вот тема кредитных карт, вот среди моих, допустим, знакомых, которые их имеют, счастливчики те, которые их не имеют, но те, которые имеют, они постоянно сталкиваются вот с этой проблемой, как закрыть, как закрыть. Потому что банк увеличил, ты соблазнился, взял эти деньги, потратил с учетом того, что да, вот там получится, я закрою, и не получается это сделать. Именно по этой причине я сама лично против того, чтобы были вообще кредитные карты у человека, да. То есть лично я рекомендую, чтобы в первую очередь, когда люди хотят снизить свою кредитную нагрузку, чтобы они закрыли свои кредитные карты. Почему? Потому что велик соблазн, да, тогда, когда тем более увеличивается лимит банкам, да, что можно, рассчитывая на то, что у нас всегда есть деньги, купить то, на что у нас в реальности денег нет, заняв деньги у банка, да. И вот этот льготный период, о котором говорят банки, это хорошо. В некоторых случаях это, конечно, реально помогает, потому что иногда действительно бывают такие ситуации, когда деньги нужны, они нужны сейчас, и в этом случае там можно воспользоваться, но тогда нужно сумму эту максимально быстро как бы вернуть, да, на кредитную карту. Это, например, такая ситуация, когда вот какие-то есть распродажи, у которых кратчайшие сроки, например, покупка авиабилетов, да, когда бывают очень большие скидки, вот я, вот эту ситуацию еще я могу принять, да. Но лучше привыкать к тому, что у нас есть, какая у нас есть ситуация вообще. И если, например, у нас нет кредитных карт, сделать так, чтобы у нас был финансовый резерв, и тогда те покупки, которые нам необходимы, мы можем брать у себя в кредит, то есть из финансового резерва, и эти же деньги потом возвращать. В данном случае мы не платим банку, потому что мы взяли из своего финансового резерва. Поэтому все-таки желательно, чтобы не было кредитных карт, но была обязательно подушка безопасности. Это вы говорите про дебетовую карту, да? Я говорю вообще про финансовый резерв у семьи, неприкасаемый денежный запас, который должен быть. Хранится-то не на карте, это... Задача финансового резерва такого, да, чтобы мы в нужный момент могли легко эти деньги вытащить, да. То есть вот этой задачей отвечает накопительный счет с начислением процента на остаток. Дебетовая или дебетовая? Дебетовая карта, да. На нее можно дебетовая или дебетовая. Ну, вот я почему-то привыкла говорить дебетовая. Я вообще не знала, что это за карты. И вот я хотела, кстати, спросить, когда банки, они достаточно часто звонят своим клиентам и потенциальным клиентам и предлагают какие-то вот карты открыть, да, там уже подготавливают, если у клиента хорошая кредитная история, какие-то карты. На какие предложения банка все-таки стоит обратить внимание и поддаться на диалог? Если вам действительно нужна такая карта, то я всегда рекомендую открывать, значит, финансовый агрегатор, известный банкеру, например, да, посмотреть по нашему региону, в каких банках есть какие-то выгодные условия. Должна быть привязка все-таки к тому, что банк, в котором вы хотите оформить такую карту, чтобы он был все-таки в шаговой доступности от вас. Либо, если вы получаете заработную оплату, чтобы эта карта была именно от этого банка, с которого у вас получается заработная ваша оплата. А также обратить внимание на условия, которые у банков по кэшбэку, да. Может быть, есть начисление на остаток, у некоторых банков такое есть, да. Но все равно я рекомендую не оформлять слишком много карт. Почему? Потому что чем больше у нас продуктов банковских, да, тем сложнее ими управлять. То есть нужно постоянно держать в голове, что у меня есть карта вот такая, есть карта такая, есть карта этого банка, этого банка. Да. И тогда, когда нам нужно, например, что-то приобрести, рассчитывая на то, что мы получим какой-то кэшбэк, сложно вспомнить, в каком же банке более выгодные условия. Ну, в таком случае зачем распаляться и делать много карт? Можно выбрать там одну-две карты, этого будет достаточно. Только в одного банка, который более-менее удобен? Ну, одного или двух банков. Ну, бывает так, что вот один банк, там обычно зарабатная плата на него приходит, да, а другой банк, у него, например, кэшбэк выгодный, да. И есть еще система быстрых платежей, да, можно перекидывать с одной карты на другую карту другого банка, да, без комиссии, да. Определенная сумма 100 тысяч в месяц, она идет без комиссии. Вот так можно управлять двумя картами. Это уже как бы какие-то определенные малипуляции. А если у вас их пять, ну, тут сложно запутаться. Давайте поговорим на те вопросы, которые вот я в начале эфира обозначила. И причем относительно этих тем уже есть вопросы от наших слушателей и зрителей, которые я собрала до эфира. И один из них – это семейный бюджет. Как правильно его вести и когда не поздно начинать, или все-таки есть какие-то ограничения, когда ты уже, ну, вот уже семья привыкла так жить и все. Ведь в нашем обществе в ходу пословица там «не жили богато, нечи начинать». Ну, вроде как уже вот если так, то чего там уже уклад-то менять семейный. Или все-таки все равно надо как-то менять привычки, если не устраивает. Мне больше нравится поговорка «деньги любят счет». Почему? Потому что она действительно полезная поговорка, да. И семейный бюджет на самом деле сопровождает нас всегда. Вот мы утром проснулись, встали, собрались на работу, вышли на остановку, все, начинается уже ведение семейного бюджета. Почему? Потому что поездка на автобусе, она, как правило, платная, да, практически для всех, кроме определенной категории населения. И, значит, в течение дня мы обязательно на что-то тратим наши деньги. Соответственно, если мы на что-то тратим, значит, мы должны вести все равно учет. В любом случае, первый шаг к ведению семейного бюджета – это просто ведение учета, ведение доходов и расходов. Учет доходов и расходов. Просто вечером садимся и, значит, записываем, какие были расходы. Но просто записывать и констатировать факт того, что я потратил, это, конечно, эффекта никакого не принесет. А вот если мы будем делать определенную такую табличку, пусть она будет самодельная, пусть она будет в тетрадке или пусть она будет в Excel, да, но мы будем видеть и наши доходы, и наши расходы по основным категориям, да, а основные категории мы все знаем, но у каждой семьи они свои. Например, в нашем регионе основная категория расходов – это продукты питания, да. Потом следующий идет – это обязательные платежи, такие как, ну, коммунальные услуги, кредитные платежи, да, сотовая связь, интернет. Вот это вот отдельная категория. Есть еще категория, например, хозяйственные товары, там, одежда, которую мы покупаем ежемесячно. Ну, особое внимание нужно уделить той категории, которая называется «прочие или лишние расходы». Вот именно вот эта статья является самой интересной в тот момент, когда вы хотите наладить свой семейный бюджет. Вы, например, один месяц делаете анализ, да, ваших доходов и расходов, и вы видите, что у вас, например, по определенной категории, ну, как правило, это спонтанные покупки, да, значит, какие-то лишние покупки. Вот эта сумма, которую вы могли бы, например, отправить на досрочное частичное погашение кредита, да, и уже улучшить свою финансовую ситуацию. То есть вот таким образом ведется семейный бюджет. Это просто нужно начать, и все. Там ничего сложного нет. Это общая копилка, получается, все члены семьи, они в эту общую копилку складывают и потом садятся и считают. А как же тогда личные деньги? Это как вы договоритесь, потому что бывает так, что бывает общий семейный бюджет, да, а бывает так, что члены семьи договариваются, да, что определенную сумму они вкладывают, значит, в фонд семьи, но у них остаются какие-то личные деньги, которые они тратят и на которые они не отчитываются перед своими домочадцами. Это уже как договоритесь, почему? Потому что самое важное введение семейного бюджета – это комфорт всех домочадцов, то есть чтобы всем было комфортно. Статья какая-то все равно расходов, да, это все равно же подарки, да, там, на праздники, на дни рождения. Как правильно здесь поступать? Ведь иногда хочется, чтобы это был сюрприз для твоего близкого человека и там какой-то безделушкой, ну, например, там, не очень отделаться. Ну, для вот этих целей хорошо отвечает, например, личный финансовый план. Личный финансовый план, давайте мы об этом прямо после рекламы сразу же и начнем. Сейчас мы на две минуты прерываемся, нашим слушателям и зрителям я говорю, чтобы вы нас не теряли, и через две минуты снова присоединились к нашему разговору про деньги, про то, как оставаться с ними, а не без них. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире в нашей студии эксперт регионального центра компетенции по финансовой грамотности Республики Саха-Якутия Светлана Платонова. Мы говорим о том, как правильно вести семейный бюджет, остановились мы на вопросе составления личного плана, сейчас мы продолжим. Я слушателям только хочу напомнить телефоны прямого эфира 320066 и 321166, по ним вы можете звонить и задавать свои вопросы по теме финансовой грамотности. Светлана, вас попрошу продолжить про личный план. Да, личный финансовый план, на самом деле, это является, ну, наверное, главным документом в семье, да, когда мы говорим о семейном бюджете. Почему? Потому что вот этот личный финансовый план, который действительно такой документ подробный, да, если это действительно личный финансовый план, составленный именно по рекомендациям финансовых советников, он, значит, учитывает и наши доходы, и наши расходы. А также он учитывает все наши финансовые цели, которые мы поставили, ведь он бывает краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный. Если он долгосрочный, то он может быть вообще и на 50, и на 60 лет, да. Но просто мы стали говорить о личном финансовом плане как бы не так давно, да, и для нас это кажется очень странным. Почему, вот как можно составить его на 50, на 60 лет, например, да. Я вообще не понимаю, как это, даже на год, даже на месяц. Ну вот делают люди на 50 лет, да, но это же не означает, что вы один раз его составили, и вот он у вас прямо вот в течение 50 лет он не меняется. Он же живой, такой же, как и вы, почему? Потому что у нас постоянно меняются какие-то приоритеты, да. Что-то мы купили, что-то мы передумали покупать, да, мы решили переехать, там еще что-то. Это все отражается в этом личном финансовом плане, и там же отражаются наши будущие расходы. Почему? Потому что вот сейчас, например, ноябрь месяц, да, уже вторая половина ноября, скоро у нас Новый год. И я, например, во второй половине ноября, в начале декабря, делаю такие заметки, которые у меня войдут уже в план расходов на следующий год. То есть у меня есть личный финансовый план краткосрочный на год, да, и есть у меня такой долгосрочный на несколько лет. Вот. Скоро я буду уже делать себе план на следующий год. И вот, например, у меня нет проблемы того, что я не знаю, как мне найти деньги, чтобы приобрести, например, подарки на Новый год своим друзьям, близким коллегам. Почему? Потому что в течение года я точно знала, что вот у меня где-то в месяц понадобится вот такая определенная сумма, да, и для этого у меня есть определенный, ну, финансовый резерв. Из этой суммы я уже знаю точно, какую сумму выделю для того, чтобы приобрести эти подарки. А где вы храните этот резерв? Это же тоже какая-то карта, или вы просто дома откладываете в какую-то копилку? Да, я же уже говорила, что вот задача именно финансового резерва, чтобы мы могли как можно скорее, тогда, когда нам нужно, эти деньги снять, да. И вот этому требованию отвечает либо дебетовая карта, либо накопительный счет с значительным процентом на остаток. Ну, в моем случае это накопительный счет. Я как бы коплю на накопительном счете. Поэтому, когда мне нужно, я могу взять определенную сумму, но я должна эту сумму потом вернуть. Ну, а как можно вообще сделать тогда, когда, например, ну, нету, да, пока финансового резерва? Как тогда найти деньги для того, чтобы запланировать покупки, да, перед Новым годом? Ну, тут надо будет все-таки договориться с домочадцами, либо, да, либо, если вы хотите из своих личных денег, то надо будет определить какую-то сумму, которую вы будете откладывать, например, еженедельно, да, и примерно, зная, какая сумма вам нужна на подарки, вы делите на то количество недель, которое осталось до Нового года, и откладывайте эту сумму. Я вообще не понимаю, как можно отложить еженедельно, когда, допустим, у тебя зарплата один раз в месяц, да, ну, вот эта зарплата пришла, ты либо с нее отложил, либо ты уже ничего потом не отложил. Как можно еженедельно откладывать? Ну, в таком случае, если вы получаете деньги, например, один раз в месяц, то надо выделить какую-то сумму, да, и отложить ее конкретно на эту цель. Ну, вот в этом случае тогда так. А вообще, например, кому-то подходит эта система, есть вот даже книга, очень интересная такая, называется она «Какибо», она говорит, значит, о семейном бюджете, который, вот, например, принят в Японии, да, у них, видимо, зарплата еженедельная, поэтому у них вот эта система еженедельно кому-то она подходит. Вот когда разговариваем мы, да, кто-то это делает, вот у кого-то вот получается. Особенно, наверное, это получается у фрилансеров, да, у которых доход не такой, как у тех, кто получает раз в месяц, да, а у них может быть то густо, то пусто, да, вот для них, наверное, эта система больше подойдет. У тех людей, у которых доход бывает, ну, такой, скажем так, нечетко день в день, да, а может быть и чаще, чем там раз в месяц, чаще, чем три раза в месяц, да, ну, так. Вот вы еще говорили про счет, да, куда вы откладываете деньги, но это же получается то же самое, как кредитка, если их обратно нужно потом вернуть. Ну, это кредит, который мы платим сами себе, не банку. То есть мы банку отдаем с процентами, да. Тут опасность кредитной карты в том, что может случиться так, да, что мы забудем прогресс-период, мы можем забыть, и банки этого ждут. Именно вот этого момента, когда вы забудете прогресс-период, и уже там вот начнется вот самое интересное. То есть когда пропустите то время, когда нужно заполнить карту. Да, потому что по кредитным картам, как правило, да, процентная ставка намного выше, чем по обычным кредитным продуктам. Тогда дешевле просто дома хранить копилки. Ну, в копилке тоже неверно. Почему? Потому что у нас же инфляция, да, и деньги обесцениваются. Так вы положите накопительный счет с начислением процента на остаток. По крайней мере, что-то будет начисляться. Деньги должны работать. То есть они, если они просто у вас лежат, да, дома, например, они обесцениваются. Поэтому деньги должны работать. И, например, вот я приняла для себя решение, что это будет у меня накопительный счет с начислением процента на остаток. Ну вот, например, вы там положили, допустим, сколько, давайте, 30 тысяч, да? И сколько у вас вырастет? Какой процент? В зависимости от того, значит, какой у меня по данному вкладу процент начисления на остаток. Так это можно посмотреть тоже на этом же финансовом агрегаторе, о котором я говорила, банки.ру. Там можно выбрать вклады, да, и посмотреть по накопительным вкладам, какие есть интересные предложения. Вот я смотрела недавно, да, на краткосрочные такие вклады, например, по депозиту уже 7-8 процентов, это уже норма, да. Но накопительный счет с начислением процента на остаток у него, как правило, меньше процентная ставка. Но я согласна на это. Почему? Потому что я могу в любой момент эти деньги снять. Ну я, ну хотя бы так, все равно они у меня работают. Они не лежат у меня просто так дома. За кредитные карты, за их обслуживание банки берут деньги. А вот когда речь о таком счете, они тоже берут какую-то сумму? Да, накопительный счет нет. А вот дебетовые карты, да, за обслуживание могут, да, могут брать за обслуживание. Еще вернусь к вопросам, которые я собрала перед эфиром. Как жить вот в активном возрасте так, чтобы на пенсии жить безбедно? Возможно ли это? Что нужно сделать? В каком возрасте лучше начать? Лучше начать сразу, как только вы устроились на работу в начале трудовой деятельности. С учетом того, что в нашей стране нет гарантии завтрашнего дня? Ну, будем надеяться на лучшее, да, скажем так. Мы только это и делаем. Если мы будем думать только о сегодняшнем дне, то у нас действительно, когда мы выйдем на пенсию, у нас как бы не будет капитала. Но мы будем думать о лучшем, да. Поэтому идеальный вариант, конечно, как только начинается трудовая деятельность, часть денег стараться откладывать, да. Тут правило 10%. То есть как только получили вы доход, от любого дохода нужно откладывать, ну, это такая рекомендация, она не нужна, да, но рекомендация такая, что нужно откладывать не менее 10% от тех денег, которые вам поступили, да. Это будет началом вашего вот этого финансового резерва, да. То есть сначала нужно заплатить себе. Вот об этой фразе я услышала в свое время в книге «Самый богатый человек в Вавилоне». Да, эта книга такая мотивирующая, как раз ей больше 100 лет, но все основные правила финансовой кратности, они как раз-таки в этой книге и указаны. Вот 10%, я это запомнила, и я начала откладывать 10%. Постепенно вы не заметите, что вы отложили в самом начале эти 10%. Вы вообще этого не заметите. Почему-то, что это не такая большая сумма. Но когда вы будете это делать регулярно, при каждом поступлении денежных средств, вы постепенно заметите, что у вас получилась такая определенная существенная сумма, и с ней уже можно что-то делать. 10% очень заметно, если это, допустим, зарплата 15, 20, 25, 30. Это тоже заметно. 10% заметно. Да, это заметно. Заметно. По-любому это заметишь. А вообще оно при любом доходе заметно. Не только при маленькой, но и при высокой тоже, соответственно. Но самое главное, это чтобы у вас выработалась такая привычка откладывать не менее 10% сразу, как только получили деньги. Это и будет началом составления вашего резервного фонда, вот такой финансового резерва. Но сумма финансового резерва, вы определяете ее сами, она может составлять не менее 3 ваших месячных расходов, лучше 6 месячных расходов. А в такое время, как, например, сейчас, когда есть такое определенное состояние неопределенности, то эта кубышка желательно, чтобы была в размере 12 наших месячных расходов. Но вы ее составили, а дальше что делать? Деньги же все равно приходят, у нас же есть денежный поток, у нас же есть активный доход, и он к нам будет приходить, пока мы не выйдем на пенсию. Вот что делать, если у нас всегда есть такая неснежная сумма вот этого финансового резерва? Тогда вот эти излишки, которые, возможно, у вас остаются, после того, как вы оплатили все свои обязательные расходы, у вас остаются деньги. Почему? Потому что у вас есть финансовый резерв, который вас поддерживает в такие ситуации, когда, например, какие-то есть незапланированные расходы. Можно уже с этим что-то делать, например, можно подумать о том, чтобы инвестировать. Но это можно делать уже после того, как вы решили все свои проблемы с кредитной нагрузкой, и у вас действительно есть какие-то деньги, которыми можно уже пытаться их отдать в рост, то есть приумножить. Для этого нужно инвестировать. И в тот момент, когда вы уже выйдете на пенсию, у вас уже не будет такого активного дохода, а будет только пенсия. Размер пенсии можно примерно посмотреть в будущем на сайте ПФР. И вы увидите, что на такую сумму, в принципе, как бы так качественно жить, так, как вы живете тогда, когда у вас есть заработная плата, будет сложно. И на нашу заработную плату прожить нормально, очень сложно. Вот сейчас говорить и откладывать. Я вспоминаю, в свое время, когда я начала работать, у меня моей зарплаты не хватало на проезды до работы, и обратно. То есть отложить, я даже, куда это откладывать, там с того времени изменились и банки, и деньги перестали быть теми, которые были. И я вообще не знаю, в нашей стране можно вот так вот откладывать, хочется здесь, сегодня, сейчас и денег не хватает. Зарплата же копеечная в основном. Ну, вот есть такие воспоминания, а вот от 90-х годов, у меня тоже такие воспоминания есть. Тоже было такое состояние, что заработная плата действительно была очень низкая в начале моей трудовой деятельности. Но тогда дело в том, что никто не учил и не говорил о том, что вот есть такой предмет, как финансовая грамотность. А сейчас, со следующего года, у наших школьников будет этот предмет, ну, обязательно. Видимо, факультативный, но он будет. Это очень хорошо. Почему? Потому что все-таки времена изменились. Я всегда надеюсь на лучшее. И, значит, думаю, что все будет хорошо на самом деле. Но и стараюсь делать все равно капитал. И есть у меня определенный план. Я этому плану как бы следую. Если у меня есть знания по финансовой грамотности, мне в любом случае будет легче, чем тем людям, у которых нет знаний по финансовой грамотности. Поэтому я считаю, что лучше заниматься личными финансами, лучше стараться инвестировать, интересоваться фондовым рынком. Или хотя бы, если мы боимся, и нам это сложно, это действительно сложно, но очень интересно, использовать то, что нам доступно. Нам доступно, например, это отложить на депозит, значит, на депозит. То, что мы можем, но надо что-то делать все равно, чтобы у нас был капитал. И приобрести недвижимость, которая будет нас благодаря аренде, в которой мы будем сдавать ее. Давать нам пассивные документы. Про приобретение недвижимости поговорим сразу после рекламы. Тема интересная. Слушатели и зрители, не покидайте нас. Скоро вернемся. Дорогие слушатели и зрители, мы снова в прямом эфире. Вашему вниманию Якутск сегодня в нашей студии. Эксперт регионального центра компетенции по финансовой грамотности Республики Саха-Якутия Светлана Платонова. И мы говорим о том, как увеличить свой доход и вообще, как, в общем-то, качество жизни свое как-то либо поддерживать хорошим, либо делать более качественным. И вот мы говорили в предыдущем блоке о том, что все-таки сложновато на пенсию прожить и как бы так сделать, чтобы себе эту жизнь облегчить. Честно говоря, я вообще не понимаю, как. Но вот есть люди, которые как раз-таки с помощью недвижимости планируют сделать себе доход, когда будут на пенсии. Хороший доход, сдавая в аренду жилье, приобретая его в собственность, пока они в активном возрасте. Как вы относитесь к такому накоплению, так, чтобы это работало, в то время, когда ты уже будешь просто пенсионером? Да, вот в нашей стране, как бы, не только в нашей стране, это вообще считается, что недвижимость, она очень надежная, да, вложение наших денег. Мы точно знаем, что у нас есть квартира, она никуда не денется, да, и она не обесценится. Мы так думаем. На самом деле доходность это довольно консервативная, это во-первых, да, во-вторых, нужно сразу очень большую сумму вложить для того, чтобы приобрести недвижимость, да, и в-третьих, это очень низколиквидный такой актив. Почему? Потому что в тот момент, когда надо будет ее, например, продать, мы не сможем это сделать в те сроки, когда нам нужно, и продажа может зависнуть, да, и наши планы могут пойти вообще не в ту сторону, если мы будем думать только о недвижимости. А вот, например, если у нас есть и недвижимость, и, например, капитал в виде актива фондового рынка, вот это уже гораздо интереснее. Но недвижимость, как сказать вам, хороший такой вид актива для пожилых людей, тех, которые выходят на пенсию, именно в связи с тем, что там все понятно. Можно сдавать, получать пассивный доход в виде арендных платежей, да, и сейчас такая замечательная возможность, например, стать самозанятым, самозанятым, да, и платить налог на профессиональный доход, он называется, да, и официально, получая этот доход, фиксируя его в приложении «Мой налог», оплачивать не там 13%, как все платят НДФЛ, а 4%. А если у вас есть налоговая вычет, с тем, что вы недавно стали самозанятым, то вообще 3%. То есть это очень удобно. И для пенсионеров это вот хороший вариант такой, пассивного дохода. Из того, что вы говорите, у меня просто набор слов, да, я вот вообще не понимаю, какие-то блоки в голове стоят. Так у всех, наверное, или у большинства, тех, кто, ну, вот, финансовую грамотность особо не изучал. Ну, возможно, может, и не у всех, но, наверное, если я и есть такая, то еще есть кто-то такой. Есть ли какая-то информация, вот где простым языком, таким вот, ну, на примерах, на каких-то, да, доносится эта информация, чтобы эти блоки как-то смягчить в голове, потому что сложно реально воспринимать и сложно как-то себя в это запускать, вот в такую науку. Это же полностью менять свой образ жизни и какое-то недоверие есть. Вот вы, например, человек такой, который оптимист, вы говорите, нет, все хорошо будет. Я говорю, да как хорошо-то там, зарплата 3 копейки, пенсия точно такая же, ну, как хорошо. Я вообще для себя думала, что, ну, допустим, на пенсии, да, какая-то посильная работа, чтобы какой-то был еще доход к пенсии, но вот только так вот, может быть, можно, да, ну, и как вариант с квартирой, у кого она есть, почему нет. Хотя люди и в свои квартиры пускают, да, допустим, пожилые, там, чтобы вот какая-то копеечка была жильцов, но это же очень неудобно и хлопотно. Вот именно для того, чтобы знать, что мы будем делать на пенсии, лучше изучать вот уроки, например, по финансовой грамотности, которые мы записали центральной библиотечной сетью нашей, да, есть такой сайт, вот если в поисковике найти просто центральную библиотечную сеть в городе Якутск, да, выходите на этот сайт, и там есть ссылка на онлайн-школу финансовой грамотности. Там есть 12 уроков, ой, 11 уроков, да, первые вводные и 10 именно по финансовой грамотности. Бесплатные. Конечно. Вы просто открываете эти уроки и их смотрите в любое удобное для вас время. Эти уроки очень короткие. Можно выделить 4-5 минут в день, да, и посмотреть там в день один урок, например, да, и сразу же можно что-то применять у себя на практике. Что хорошо в этих уроках, да, мы все эксперты, мы прошли обучение, то есть мы даем информацию, то есть такую, проверенную, да, и нас там трое, и уроки даются от простой темы к сложной. Попробуйте посмотреть наши уроки. Может быть, у вас появится какой-то интерес к этой теме. И еще там же... Давайте еще раз название сайта скажем. Называется он «финансы.он.cbs.егт.ру», а в любом поисковике можно написать просто «Центральная библиотечная сеть «Город Якутск», либо можно написать «финграм.якутия.ру», потому что на нашем сайте Регионального центра компетенции по финансовой грамотности Республики Саха-Якутия тоже есть ссылка на этот сайт, на наши онлайн-уроки. Это вот первый вариант, да? Но это если кто-то забудет, например, они могут через «Смарт-минплиотеку» уже, да, как-то выйти на вас? Конечно, да. Там тоже есть ссылка. И второй вариант, например, на нашем же сайте «финграм.якутия.ру», там у нас есть раздел «Вьюдио лекторий», на котором выложены все вебинары, которые мы проводили по разным темам, касающимся финансовой грамотности. Тоже от простых тем до самых сложных. Вы тоже можете их изучить. Это тоже бесплатно. Мы живем в замечательный век, когда очень много вокруг информации. Но дело в том, что информации так много, что фильтровать то, что нам нужно, очень сложно. Поэтому лучше смотреть проверенные источники, такие, например, как мы, или вот те программы, которые предоставляет нам Центральный банк России или Министерство финансов Российской Федерации. Это, например, «Финкульт.инфо» сайт, который курирует Центральный банк России. А также это ресурс «Мои финансы», который раньше назывался «Ваши финансы.ру», сейчас называется «Мои финансы». Там тоже можно смотреть очень много полезной информации. Например, про личный финансовый план мы с вами говорили, про краткосрочный. Там есть прямо калькулятор вот этого накопления и простую сумму, например, без сложности, что там на какую-то финансовую цель, чтобы их было несколько финансов. Какую-то берете одну финансовую цель, там есть калькулятор, и вы можете по этому калькулятору посмотреть, в течение какого срока какую сумму нужно откладывать, чтобы получить заветную сумму с учетом инфляции, например. И третий такой ресурс, который я рекомендую и который мне очень нравится. Это электронный журнал Тинькофф. Вот все знают, слышали про этот банк. У него есть вот такой электронный ресурс, который называется журнал Тинькофф журнал. И можно читать его, можно сделать рассылку. Чем мне он нравится? Тем, что все актуальные темы там появляются сразу же. Журнал тоже бесплатный. Это все бесплатно. В Гугле набираешь. Это все бесплатно. Вы можете поисковики просто набрать и читать. У них есть и канал в Телеграме. У них есть и на Яндекс. Зене. То есть, в принципе, можно спокойно найти эту информацию и читать. Чем мне он нравится, что там именно практические советы, во-первых. Во-вторых, такие же, как мы с вами, простые граждане Российской Федерации, пишут о своем опыте именно в области личных финансов. Например, как они начали копить, как они смогли что-то приобрести, сэкономив на этом. Либо они ведут дневник трат. Вот этот раздел дневник трат мне очень интересен. Почему? Потому что там берутся жители из разных регионов Российской Федерации с небольшим доходом. И они там как раз-таки пишут о своих тратах, например, в течение недели. Очень интересно наблюдать за этим. И мне кажется, что когда погружаешься в эту тему, начинаешь больше про это слышать, видеть и читать, то интерес появится. Просто надо этим начать заниматься. И еще на сайте тоже финансон.цбс.ект.ру там, где наши онлайн-уроки выложены, там есть список книг, которые можно прочитать. И вот эти книги, они есть как мотивационного характера, такие, например, как автор Роберт Киосаки, о котором я говорила. Есть еще такой автор Будус Шефер, у него есть книга «Путь к финансовой свободе». Мне, например, из прочитанных книг недавно понравилась книга автор Бабайкин на пенсию в 35 лет. Вот он вообще в 35 лет вышел на пенсию, да? Очень интересно прочитать было про его опыт. Это очень популярный сейчас блогер. А почему он в 35 в системе МВД? Ну, потому что он является, значит, сторонником движения американского, которое называется «ФАЕР». Это люди, которые ставят цель выйти на пенсию как можно раньше, после того, как они накопили определенную сумму денег. И у нас в России это движение тоже есть. Людей, которые хотят выйти на пенсию раньше. У меня здесь очень глубокие познания, кроме как, что МВД болит, уходят раньше на пенсию. Вот почитайте книгу на пенсию в 35 лет. Она читается очень в захлеб. Вообще, я ее прочитала за три часа, мне было очень интересно. Ну, вообще, наблюдения вот этого человека, молодого человека, они мне кажутся очень интересными. Информация, о которой вы сказали, сделала отметку, ремарку, что это бесплатно, но, в принципе, это не бесплатно. За интернет мы тоже все платим, это тоже все платно. Но есть и такие люди, которые умудряются вот эту информацию, которая подается в интернете без оплаты, они умудряются за это брать деньги. И есть какие-то там курсы, заплати какую-то сумму. Получается, что они берут с сайтов эту информацию и продают ее. Ну, не обязательно. Есть эксперты, которые действительно могут дать полезную информацию, и они предлагают какие-то платные курсы. В этом ничего такого нет. Если человек хочет углубиться в эту тему, он может выбрать эксперта, который ему нравится сам и может при этом купить у него курс. Но для начала можно посмотреть что-то бесплатное. Вот я к чему говорю, что сначала вот эту информацию, которая бесплатная, потому что можно заплатить за то, что уже есть бесплатный доступ. Такое тоже может быть. Поэтому мы сначала предлагаем посмотреть бесплатные ресурсы, о которых мы говорим. Потом, если вы хотите углубиться в эту тему, мы всю жизнь ищем своего учителя, человека, который нам расскажет так, чтобы мы захотели повторить его путь или пройти свой путь, но с теми зданиями, которые он нам даст. Вот в этом случае можно уже найти какого-то эксперта, который вам нравится, вы его читаете, вы за ним следите, наблюдаете, вам нравится то, что он делает, вы с ним согласны. Вот в этом случае вы можете, конечно, уже и рассмотреть какой-то платный ресурс, который он предлагает. Ну, в принципе, все можно найти бесплатно. Сейчас время такое. Спасибо. У нас остается почти минуты до конца эфира. Я еще хотела спросить, что такое налог на спорт из вопросов, что такое грядет. Ну, давайте оставим это некой интригой до следующих наших эфиров. И, может быть, у вас есть какие-то пожелания обобщенные для всех, и тогда на этом можем закончить. Вы говорите про налоговый вычет за спорт. Это вот такая новинка. Со следующего года можно будет уже подавать декларации за расходы, которые мы понесли за услуги в области спорта. Я пока не знаю, хорошо это или плохо. И благодарю вас за то, что вы нашли время сегодня быть с нами. А слушатели и зрители благодарю за внимание. Всем хорошего вечера. Хорошая пятница. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова